мы в прошлый раз начали говорить о тензорах я все-таки чуточку напомню все время это будет использоваться значит у меня в конечномерное вектор вещественное пространство и я рассматриваю сопряженная это пространство линейных функционалов для вектора в и для функционала всем и действия функционала на в стандартно обозначаем вот так и главное что все время будет использоваться это вот что это две вещи значит во первых если я зафиксировал базис в то он однозначно определяет двойственный базис все один всем самым простым образом действия сидитого на ежи там это дельта ежи дельта ежи символ кронакера что-то единицы если индексы совпадают и ну если индексы разные и есть естественное отождествление второго сопряженного пространства сопряженного к сопряженному самим вы значит я показывал как функционалу любому линейному функционалу новая со звездочкой единственным образом сопоставляется вектор в такой что этот функционал новая со звездочкой имеет вот такой вот значит теперь мы хотим определись тензора тензор валентности rs где rs целые неотрицательные числа является так значит сначала определяется тензор валентности 0 0 это просто константа вот а при ненулевой паре rs мы рассматриваем вот что мы рассматриваем произведение сопряженных пространств их берется с да тенсор на в все время значит мы фиксируем то пространство на котором мы работаем вот значит здесь берется с со множителей это это отображение вещественное число которое полили нейно ты линейно по всякому своему аргументу значит вот есть много разных названий для элементов как самого пространства так сопряженную я буду просто элементы вы называть векторами а элементы в со звездочкой корректора вектор называют контравариантными иногда к вектор называют один формами много и так и множество всех тензоров валентности я буду обозначать вот так наверху число число множителей которые являются сопряженным пространством значит на пространстве в значит таким образом у нас получается если я беру р векторов из бы со звездочкой и с векторов из самого пространства в и получаю число получаю число причем это выражение линейно по каждому из аргументов ну самые простые случаи что такое тензор валентности 0 1 значит мы берем отображение линейное отображение которое вектору сопоставляет число понятно что это элемент в со звездочкой это такой вектор 1 0 ну опять таки мы берем к вектор мы берем линейный функционал споставляем ему ему число это элемент второго сопряженного пространства но мы договорились что элементы второго сопряженного пространства мы отождествляем просто с векторами так что это просто вектор ну здесь везде надо писать значит что такое элемент ну давайте рассмотрим текси в значит пару к вектор вектор зафиксируем вектор в и станем менять кси что мы будем получать получать значит вот это получается линейный функционал на при фиксированном в получается линейный функционал на в со звездочкой правильно линейное отображение но линейный функционал на в со звездочкой это опять-таки вектор из в можем этот функционал считать элементом в и у нас получается отображение которое каждому вектору сопоставляет вектор причем это отображение конечно линейно повы ну а значит это элемент множество линейных отображений в себя значит тензоры эквивалентности 1 1 естественно отождествляются с линейными отображениями вот основного нашего пространства в теперь какие операции ну во первых если у меня есть два тензора одной и той же валентности я могу значит t s r s я могу рассмотреть их линейную комбинацию альфа бета числа значит я могу рассмотреть альфа t плюс бета s определив его ее определив значение вот этого отображения на таком наборе аргументов ну просто взяв альфа т альфа т на этом наборе плюс бета s с понятно что я опять получу отображение в числа причем отображение будет линейная по каждому из аргументов. Понятно. ТС линейная, дальше линейная комбинация будет снова линейная. Значит, вот это пространство. Давайте так, я пока что зафиксировал вот это пространство Вэна, на котором мы работаем, и, ну вот, иногда оно здесь будет исчезать, значит, мы получаем, мы превращаем пространство тензоров одной и той же валентности опять-таки в векторное пространство. Значит, ну, вот я не знаю, насколько это согласуется с тем, что у вас было в алгебре. Ну, оно должно согласовываться, вот насколько язык другой. Ну, всё-таки я хочу, чтобы мы все эти вещи хорошо осознали, потому что дальше… Вот. Но, кроме того, мы можем, значит, кроме вот этой операции, мы можем определить тензорное произведение двух векторов. И вот его можно определить для векторов… для тензоров произвольной валентности. Значит, я рассмотрю Т в валентности РС и С большое в валентности Р' и С'. И я сопоставлю им этой паре тензорное произведение Т на С. Это будет уже тензор валентности Р плюс Р'. С плюс Р' сложатся верхние показатели и нижние показатели. И Т на С тензорное, значит, мы теперь должны взять Р плюс Р' ку векторов. И С плюс Р' векторов. И по определению, это просто произведение значений Т. Значит, мы считаем Т на первых Р' ку векторах. С на первых Р' ку векторах. Так. Ерунду я. Ерунду я. умножу умножить на С на оставшихся аргументах. Р плюс 1. Р плюс Р' штрих. С плюс 1. Ну, легко понять, что опять-таки у нас получается полилинейное отображение. Получается тензор, ну, вот такой валентности. Ну, и получается то, что называют биградуированной алгеброй. Бигра-ду. Значит, есть операция линейной комбинации на векторах одного, ну, на тензорах одной и той же валентности. И произведение. Так. Значит, вот теперь я хочу понять, как представлять тензор в координатах. как это нам нужно будет. Значит, я фиксирую базис. В моем пространстве В. И тогда любой элемент. Ну, вот сейчас они из В маленьких. Обозначения будут перескакивать. Но, значит... Я думаю, что, может быть, это даже полезно. Потому что, когда вы будете читать, когда будете продумывать, то полезно понимать, как это происходит в разных обозначениях. Значит, если я возьму элемент Х из В, я его могу разложить по базису. И координаты я буду обозначать Х и с индексом наверху. Значит, Х1Е1 плюс ХНЕН. Ну, вот поскольку здесь будет возникать очень много сумм такого вот вида, где будет повторяться верхний индекс и нижний, Значит, вот договоренность вот эту самую сумму по И от единицы до Н ХИЕИ писать просто в виде ХИЕИ, опуская знак суммы. Ну, вот, значит, принято считать, что это ввёл Эйнштейн, ну, поскольку в физике тензоры вообще вещи гораздо более распространённые в физике, чем в математике. Вот. Ну, просто вы увидите, что дальше у нас будут ситуации, где будут очень много повторяющихся индексов, и каждый раз писать знак суммы там в доске не напасёшься. значит, вот и тогда соответствующий двойственный базис В со звёздочкой я буду обозначать тета-1 тета-Н ну и, как я говорил, значит, Ежи тета-И это дельта Ежи значит, если я теперь возьму ко-вектор дубль В и представлю его значит, наоборот в виде такой же суммы, но теперь индексы ко-векторов это верхние индексы, а коэффициенты в разложении это нижние. значит, опять-таки он разложился по элементам базиса здесь сумма в которой индекс пробегает от единицы до n теперь я возьму тензор валентности rs значит, я должен подставить r-ку векторов и s векторов значит, представим их так w1 так как я их лучше и 1 1 тета и 1 значит, вот здесь суммирование идет по вот этим повторяющимся индексам и если бы был 1 ко-вектор, то как бы вот здесь можно было писать просто w1 и тета и но поскольку мне нужно будет потом считать их произведения то в произведениях вот полезно каждому так значит, сколько нам штук их нужно r r и r тета и r ну и точно так же аргументы которые векторы x1 это значит x1 g1 e g1 1 а да 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 конечно Это векторы, значит, xs, это xs, gs, gs. И если я теперь все это подставлю в t, значит, подставятся вот эти самые суммы. В1, W, R, iR, teta, iR. И вот эти. Значит, в каждой такой сумме вот этот индекс пробегает, вот единицы дуэта. Ну и по линейности все это можно вынести. И тогда получится вот что. t, значит, индексы i у меня пойдут наверху. iR. На произведение вот этих вот. А вот это самое t, с такими вот индексами. Это как раз его значение на элементах базиса. iR, 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 iR. Значит, вот и у нас получается сумма, ну, очень большого количества слагаемых, понятно какого. Значит, каждый индекс пробегает от единицы до n, и их r плюс s штук. Так что размерность получается nr плюс s. Ир, 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 ир. Ну и поскольку вот каждая из этих... Вопрос? Значит, поскольку каждая из этих величин, это значение... Я могу рассматривать просто тензоры, которые соответствуют... Ну вот отдельно... Тензор, который порождается, скажем, вот этим элементом. Мы видели, что вектор — это тензор валентности 1,0. Значит, у нас получается s тензоров валентности 1,0 и r тензоров валентности 0,1. Ну и тогда мы можем записать t в таком виде. Это t, i1, r, g1, gs, значит, e, g1. Так, нет. Сейчас. А, это e, i1 тензор. Тензор на... E, i, s. Тензор на... Как я их обозначал-то? И r. Так. Так. Не-нет, ну... g, конечно, должны быть... ... ... ... ... ... Ну, понимаете, на самом деле... ... 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 ну я вот эти индекс так ну вот посмотрите подумаете это я могу так теперь как выглядят операции в координатах ну понятно как выглядит операции в координатах значит у альфа т плюс бета с это будет просто сумма соответствующих плюс бета с с такими же индексами а т тензорно на с ну понятно что умножится вот эти координаты т значит если и 1 и r плюс штрих но это будут т с первым набором координат на с со вторым набором так и самое главное для нас это как координаты преобразуются когда мы меняем координаты в пространстве у меня есть два базиса в моем первоначальном пространстве в е1 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 штрих е1 штрих тогда у нас есть матрица перехода матрица b которая задается тем что е и штрих но я все-таки один раз напишу значит b и 1 и 1 плюс ну или а только давайте эти самые мы договорились писать значит тогда понятно что это просто и это я строчка матрица b теперь если я возьму двойственные им сопряженным это 1 это н ну и вот здесь такая это много раз будет к сожалению использоваться тоже мне это не нравится но это принято это штрих 1 это штрих м будет стоять штрих а после него будет индекс значит у нас возникает некая матрица перехода а такая что значит это и штрих это а и жи так и штрих это же так видимо лучше индексу поменять конечно так вот утверждается что эти матрицы абра взаимообратные значит если мы меняем базис в пространстве в в смотрите перехода b то двойственный базис меняется ну это вот откуда следует я могу записать такое равенство значит значит если я беру тета штрих жи на е штрих и это просто определение двойственного базиса который порождается вот этим штриховано базисом значит я могу вот эти штрихованные заменить на их выражение через перезвончальные это будет а жи к это к и а а а а а а а и так нет б и л а и и а и и и и и и да значит е и 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 это вот такая сумма но я просто индексы теперь значит у меня есть линейность по линейности это все выносится b и но поскольку опять таки вот это двойственные базисы это 0 если к не равно l и единица если к равно эль ажик b к и ну и мы получаем значит что вот это такое это элемент с индексами и в матрице оба и этот элемент с индексами и же матрицы оба равен нулю если и не равно же единицы если и равно же значит мы получаем единичную матрицу ну вот что это такое это результат действия е и один вот на этот первый ну ты ты один на ей и один единица остальные нули ну вот я еще раз вот эта штука это действие кого на вот мы берем омега 1 и 1 т т и 1 чтобы получить коэффициент кем надо подействовать надо подействовать е и 1 ну вот вот эти пространство они нумеруются двумя индексами в этом смысле ну если я обозначу через д штрих значит мы пересчитали показали как пересчитываются базиса если мы теперь возьмем коэффициент вот с этими и 1 и r g1 gs значит это нужно взять т на вот таком но для значит т т на измененном базисе в измененном базисе где у нас вот это штрих и таким образом выражается через ТТЖ, значит, здесь получится, чтобы не наврать, сумма по индексу, значит, я меняю Ж на К1, значит, И1, К1, вот это К1, ну и так далее. А, И, сколько первых у нас? Р, КР, вот это КР. Ну и точно так же нужно подставить вот эти вот. БЛ1, Ж1ЕЛ1, БЛС, ЖСЕЛС. Ну и по линейности все это вынесется. Возникнут вот эти всевозможные произведения. А останется Т на вот этих базовых, то есть Т. Значит, вот это и есть формула, основная формула пересчета координат тензора при замене Байлеса, где я повторяю вот эти вот элементы матрицы, которые пересчитывают базис в самом пространстве. А, ну да, нет, 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 не ну да, конечно. Значит, у меня вот здесь К1, КР, поэтому, конечно, вот здесь. КР, а здесь. А здесь. К1 повторяется и так далее, и так далее, и так далее. Сумма из понятно какого числа слагаемых. Каждый индекс пробегает от единицы до 2. Вот теперь так же как... Мы от понятия касательного вектора, касательного пространства перешли к понятию векторного поля на многообразии. Теперь мы перейдем к тому же самому для тензора. Я еще раз поменяю обозначение. И так далее. Ну да. Так… И так далее. Значит, заголовок будет «Тензорные поля на многообразие». Значит, вот пусть теперь М у меня гладкое многообразие. Размерности N. Значит, в каждой точке P есть касательное пространство. И это касательное пространство имеет структуру N-мерного вещественного векторного пространства. Поэтому у него есть сопряжённое. Ну и как возникает тензорное поле валентности? R-S. Многообразие, но очень просто. Просто в каждой точке P фиксируется тензор. Ну вот здесь, знаете, если я поменяю обозначение, то уж совершенно точно всё превратится в кашу. Обозначение, конечно, не очень удобное. Ну, значит, мы рассматриваем множество тензоров валентности R-S на касательном пространстве. И вот эти два ТП – это совершенно разные. Это единый символ касательного пространства. Это тензор. Но это, к сожалению, общепринятая система обозначений. Значит, теперь как определить? Мы хотим работать с гладкими тензорными полями. Ну, понятно, что нужно поступать так же, как с векторными. Нужно определять гладкость через гладкость в координатных окрестностях. В координатной окрестности есть координаты, значит, там есть координаты тензора. И вот эти координаты должны быть гладкими. ТП гладкие в координатной окрестностях. Ну, теперь давайте вспоминать, откуда у нас брались координаты в касательном пространстве к многообразию. Точнее говоря, ну, координаты, да, в касательном пространстве в точке. Значит, мы берем точку П, берем координатную окрестность. И теперь вот сами координаты я буду обозначать иксами с индексом наверху. То есть, значит, ну, что у нас было вот. Многообразие, точка П, окрестность У. Было вот это отображение Фи. И х1, хН, это просят. Здесь уже евклидового пространства. И х1, хН, это координатные функции отображения Фи в РН. Значит, тогда я напоминаю, что у нас базисом в качестве канонического базиса в касательном пространстве мы брали векторы. Д, ну, по этой координате, теперь у меня координата получила индекс наверху, значит, это будет. Ну, и я буду их просто обозначать. Значит, вот здесь и будет нижним индексом, значит, вот здесь и верхний индекс, но поскольку у меня в этом выражении формально х и стоит в знаменателе, то в этом обозначении, значит, и будет внизу. Теперь мы рассматриваем сопряженное пространство. И я обозначаю через, вот здесь прямое будет, dx1p, dxnp, двойственный базис. Значит, каждый базис в касательном порождает двойственный базис, ну вот, естественным образом. И теперь я могу записать, значит, tp в координатах, как у нас было. Давайте, давайте, i1r, gs, а здесь мы берем d по dx1p. Ну и тензоры, которые порождаются. gs. Ну и гладкость означает гладкость вот этих функций. Вот теперь давайте понимать, откуда берется самый двойственный базис. У нас мы рассматривали кольцо гладких функций. Значит, на нем есть линейная структура и есть поточечное умножение. Значит, можно тензор умножать на скалярную функцию. Значит, если t тензор, а f скалярная функция, то можно рассмотреть... Это просто... Значит, что... Значит, для нас будет интересно, для нас будут интересны валентности 0s и 1s. Да, я не ввел обозначение, давайте ведем. t-круглая rsm — это вот множество гладких тензорных полей на m. Валентности. Значит, вот... Такое утверждение, состоящее из двух частей. Да, а такое вот v красивое — это множество гладких векторных полей. И там, и там я это самое m буду часто опускать, поскольку многообразие у нас одно. Значит, тензорное поле t в валентности 0s. Его можно рассматривать как полилинейное отображение. Значит, 0s, оно действует на наборах из s векторов. Значит, мы можем просто рассмотреть... Вот такое произведение пространства векторных полей само на себя. Это s раз в... Ну, понятно, в каждой точке мы берем s касательных векторов. Им сопоставляется число, а когда точка бегает по многообразию, возникает функция, причем эта функция гладкая. С вот каким свойством, если я... Значит, для любых f1, fs, f... Так, как мне лучше поля обозначать? f1, fs, fs, fs... Это просто произведение этих функций на... Вот. И, значит, t порождает вот такое полилинейное отображение с таким свойством. И наоборот, вот такое полилинейное отображение со свойством звездочка, значит, порождает. Ну и аналогичное утверждение для тензорных полей, у которых... Валентность единица s... То же самое, но только это t... Теперь... s векторным полям сопоставляет векторное поле. Ну, опять-таки, мы видели, что... Значит, в этой ситуации получается вектор и... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok со свойством звездочка это просто значит если я беру тензор на f1 x1 fn xn то в точке p это f1 p с 1 от p ну и по линейности все эти множители выносятся здесь остается в обратную сторону я этого доказывать не буду значит здесь нужно довольно долго крутится с принципом локализации так как мы это делали когда мы работали с показывали что касательные векторы и дифференцирование это одно и то же вот вот теперь более такая важная для нас вещь это смысл вот этого самого двойственного базиса значит я уже сейчас напомнил что любой касательный вектор в касательном пространстве к многообразию можно рассматривать как дифференцирование значит функции ставится в соответствии и производная в направлении этого вектора иначе если я рассмотрю пусть x векторное поле на м если я рассмотрю функцию f гладкую функцию многообразие у нее есть производная в направлении этого векторного поля это тоже гладкая функция и мы когда говорили о алгебре ли векторных полей вот короче обозначали это таким образом значит производная функция функции f значит если я зафиксирую гладкая гладкую функцию на многообразие а стану менять векторные поля по направлению которых они дифференцируются возникает линейное отображение из пространства векторных полей в пространство функции значит производная функции по направлению это тоже функция и функции поля гладкие возникает отображение вот которое я обозначил дф из полей функции и дф от x это просто от векторного поля это просто и есть производная этого самого этой функции в направлении векторного поля x так теперь значит я хочу понять что происходит если я дифференцирую f не по полю x а по полю значит я возьму функцию же гладкую и рассмотрю поле же x понятно значит в каждой точке вектор поля умножается на эту самую функцию же эту самую функцию же значит ну такое не очень формальная ну значит дф от же x что происходит если я считаю это в точке п значит что я должен я должен взять f из точки п выпустите прямую на считаю что все происходит локальных координатах прямую в направлении gx т и посчитать производную этого при т равном нулю это и есть определение производной функции в направлении поля но тогда понятно что мы считаем производную сложной функции здесь уж прошу прощения я не буду пользоваться этой короткой записью а напишу честную сумму значит мы должны брать сумму частных производных f по координатам x и и умножать на производную на и тую компоненту производной аргумента по т значит если у меня я не написал поле x имела координаты x 1 x n то значит ну и после этого взять т равном нулю значит будет частные производные f по этой координате умножить на производную вот этого по т при т равном нулю понятно что это будет же скалярная функция значит и ее можно вынести а то что останется будет производной поле производной f направлению x в точке p вот теперь так вот я его здесь оставил а то можно здесь а то а то а то а то students и вот вот теперь в качестве вот этих функций значит я там хочу получить двойственный базис я рассмотрю просто ну вот я рисовал картинку давайте еще раз нарисуем многообразие м окрестность у наше координатное отображение вот теперь это координатное отображение это функции x1 xn это фи на окрестности у каждой точки сопоставляется . с такими координатами и мы только что определили вот это отображение d для произвольной гладкой функции теперь я рассмотрю вот это отображение d которая порождается этой координатной функции значит вот функция x и конечно все это происходит на окрестности у все это локально функция x и порождает вот этот самый оператор причем этот оператор откуда действует он векторному полю сопоставляет функцию значит это элемент это тензор 10 ну здесь надо писать конечно на у понятно он линеен это очевидно что он линеен по вектору значит мы получаем значит вот у нас появилась это отображение теперь да а у нас есть касательном пространстве вот эти самые координатные векторные поля dx1 dxn это координаты канонический базис значит как действует мой мое отображение д на вот таком векторном поле dxg ну понятно что это такое это просто мы берем и ту координату дифференцируем по житой координате ну понятно что мы получаем символ кронокера значит есть ли и и жи совпадают мы получаем единицу и же не совпадают мы получаем 0 если мы одну координату дифференцируем по другой координате то мы получаем 0 и значит вот эти самые dx 1 dx n и составляют двойственный базис сопряженном касательном пространстве двойственный вот к этому так давайте сделаем я опять использую ну вот это соглашение о том что по повторяющимся верхнем и нижнем индексом идет суммирование значит иксы ты это просто гладкие функции в моей окрестности у значит и если я применяю вот этот самый оператор к векторному полю икс то значит ну понятно он применяется вот к этой сумме и мы только что видели что происходит если я дифференцирую по полю умноженному на функцию просто эта функция выносится в этой точке так только давайте вот здесь поскольку это индекс суммирования он может быть каким угодно но понятно что индекс и мы уже заняли значит это икс жи д икс и д по д икс жи мы считаем наш элемент двойственного базиса на моменте ну и мы видели что это такое это икс и дельта и жи и значит во всей этой сумме икс жи дельта икс во всей этой сумме остается один ненулевой элемент который соответствует и равному жи значит если я применяю вот этот оператор полю с компонентами икс большое то он то он просто вырезает эту компоненту этого поля значит если я рассмотрю произвольную функцию f но опять таки здесь я подчеркиваю что все локально поэтому я рассматриваю эту функцию на гладкой на окрестности на координатной окрестности значит это сейчас и применяю дф к векторному полю икс значит это производная f в направлении икса значит мы видели это значит что это такое это сумма сумма икс и д по дэкс и f вот это выражение у нас было ну просто когда мы занимались дифференцированием функций в направлении вектора значит икс и дф по дэкс и но мы знаем что вот только что мы показали что это самое икс и это применение вот этого самого элемента двойственного базиса к полю икс и мы получаем значит ну д дф по дэксу я могу вынести а здесь у нас остается дэкс и ну и это верно для любого поля икс мы взяли произвольное поле икс значит отсюда следует что оператор дф я могу вот как записать значит понятно у нас есть два оператора на гладких полях оператор дф и оператор который получается как линейная комбинация вот этих векторов базиса дф но умножить на соответствующие частные производные поскольку они равны на всех полях то они равны как операторы мы получаем вот эту формулу ну и тогда естественно называть дф просто дифференциалом мы получили формулу стандартную значит вот у нас канонический базис и двойственные к нему ну и теперь значит любой если я рассмотрю тензор рс он представим как произведение тензорное произведение элементов базиса с коэффициентами значит давайте я опять не наврать и 1 и r g1 gs а здесь должны стоять соответствующие сначала элементы базиса вот этого pd x и 1 x и r и элементы двойственного значит теперь будьте здоровы что происходит если мы делаем замену координат значит преобразование координат тензорного поля значит пусть у меня есть две пересекающиеся окрестности на координатной окрестности на многообразии у штрих ну вот здесь опять я прошу прощения значит пойдет вот эта странная символика x штрих 1 x штрих она является принятой значит если эти окрестности пересекаются у нас возникает функция перехода и у нас была формула для координат вот этих самых векторных полей канонического базиса значит если я считаю координату координату если я беру координатный вектор вот в этой окрестности с номером и то формула была такая надо взять функции перехода dxg по d так сейчас я навру нет не навру все-таки на d справа естественно стоит сумма и вот этот координатный вектор пересчитывается через ну координатное векторное поле пересчитывается через координатные векторные поля с такой вот матрицей значит производная я напоминаю что вот эти x и x и штрих это вот наши отображения наше координатное отображение значит что происходит да я все время говорю двойственные базис давайте говорить про них кроме того значит вот эти dx и это к векторные базисные поля ну понятно это к векторы поскольку они значит тогда я утверждаю что dx штрих штрих и это наоборот dx штрих и по dx штрих штрих и что они пересчитываются вот ну легко понять если я посмотрю на произвольную функцию m значит как мы видели в координатах без штрихов это просто df по dx и на dx и если я возьму штрихованные координаты то df будет df по так только здесь и наверху штрих и на dx штрих и это df по d штрих и ну и я дифференцирую как сложную функцию значит dx штрих и по dx g значит это верно для любой функции и тогда я получаю что вот 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 это равно вот вот значит матрица перехода в этом случае вот эти матрицы и кубе значит матрица перехода для прямого базиса dx g по dx штрих и мы ее называли b а для двойственного базиса dx штрих и по dxg они взаимно обратные ну и поэтому координаты в штрихованном и 1 и r g 1 g s это будут координаты вне штрихованном умножить на что ну вот у нас а вот у нас считалось значит d x штрих k 1 по dx k 1 dx штрих k так первое у нас первый индекс r i1 i r по dx k r потом идет обратная матрица dx l1 по dx штрих g1 dx l s t у которого верхние индексы k1 kr а нижние l1 you s b y x l1 l1 tminy формальные упражнения теперь вводится по существу основной объект связанный с этой темой это связанность на многообразие значит но к сожалению видимо язык не настолько богат как хотелось быть для того чтобы иметь разные слова для разных математических объектов понятие связанности у нас было теории просто топологических пространств здесь возникает совсем другой объект здесь возникает некий тензор со специальными свойствами а слово связность относится вот к чему значит есть ли ну мы когда определяли касательное расслоение то касательное расслоение это было не связано и объединение касательных пространств в разных точках и вообще говоря никакого никакой разумной связи между касательными векторами в разных точках не было вот связность это некий такой аппарат который позволяет ставить соответствие касательным вектором в одном касательном пространстве касательные векторы в другом касательном пространстве но при условии что это связанность фиксирована вот мы сейчас посмотрим что происходит значит происходит вот что значит если я рассмотрю гладкая касательное векторное поле то я могу считать его координаты локальных координатах он как мы сейчас делали и и мы видели что происходит при переходе от одной локальная система координат к другой вот оказывается что если я захочу посмотреть вот на такой объект ну или брать и только координату дифференцировать по житому базисному вектору то то что получается оно неестественно с точки зрения вот тензорного подхода это не дает тензор вот давайте посмотрим почему значит пусть у меня есть две координатные окрестности у с координатами x1 xn у штрих их штрих 1 и значит посмотрим вот на мы рассматриваем векторное поле x пусть в вот этих координатах это x и оно вот так раскладывается по по базисным векторным полям значит мы видели что происходит при замене значит x штрих и это вот что такое значит мы должны брать где там она у нас была вот там матрицу якобы функции перехода так ну поскольку здесь у меня уже прибежал индекс к пусть он будет к д икс штрих и а вот там это было по д икс к д по д икс так сейчас секундочку вот вот так пересчитывается векторное поле и если я теперь стану дифференцировать вот это по какой-то там координате вот теперь их же д икс штрих и по д икс штрих же значит я координаты векторного поля вот здесь дифференцирую по координатам так это будет ну я говорю что индексы здесь все время будут бегать но значит д икс и по д икс и это просто я применяю дифференцирую сложную функцию заменяю значит вот эту производную считая икс штрих функции от xl вот в этих координатах на так значит вот это д икс и по д икс штрих ж а здесь по xl дифференцируется вот это выражение д икс штрих и д икс к икс к так мы получается значит здесь я должен дифференцировать произведение двух функций значит д икс и по д икс штрих жи я сначала дифференцирую д икс штрих и д икс штрих и плюс а плюс а плюс вот что происходит значит вот это остается dx и по д икс штрих и ж ж теперь я дифференцирую вот этот со множитель а это уже получается вторая производная возводная икс штрих и по д икс цель д икс к ну и остается вот этот со множитель вот и мы видим что возникает вторые производные производные второго порядка частные вот этих самых координатных отображений которые не должны возникать при преобразовании координат тензора она здесь не осталось этой формулы но мы показывали что если происходит преобразование координат тензора то там формуле участвуют только первые производные координатные функции ну первые производные штрихованных иксов по не штрихованным не штрихованных по штрихованным и вот их такие произведения но нигде не возникают вторые поэтому значит вот это не тензор и и вот здесь то и возникает тот объект который называется связностью который как бы заменяет вот эти производные по поле производные полей по координатам значит вот я дам это определение связности значит связность на гладком многообразии м это отображение из произведения значит вот это букву набло не знаю была она у вас в каком-нибудь которое которое паре векторных полей ставит соответствие векторное поле это значит пара икс игрок отображается в это набло икс от игрок давайте давайте его чтобы векторное поле с такими свойствами значит во первых оно линейно это это линейно по первому аргументу это означает что если я возьму две произвольные гладкие функции и два векторных поля и в качестве первого аргумента возьму линейную комбинацию полей вот с этими коэффициентами то значит f1 x1 плюс 2 x2 набло от игрока это сумма значит f1 умножается на набло x1 так скобки давайте вот здесь не будем писать скобки здесь есть разумная линейность игрок плюс f2 по полю x2 от игрок во вторых оно аддитивно по второму аргументу пишется и в на в в в в в в в и в в но опять-таки надо было написать что для любых x игрок один игры два для любых полей и в-третьих есть такой вот аналог дифференцирования я его точно называть не буду значит если мы рассматриваем два поля x y и функцию на многообразие и я применяю наблу к f y то получается вот что f игрок плюс производная функция f по полю x значит на таком абстракт на математическом языке это называется к вариантной производной игрок по направлению поле x относительно связанности дельта связано было конечно ну вот теперь уже в следующем семестре мы покажем что на гладком многообразии связанность всегда есть и более того их много вот а на следующей лекции но следующей лекции последняя мы посмотрим на некоторые вещи которые вытекают из существования связанности а и Продолжение следует...